Урок 5. Типы обследования. Сеанс игрового биоуправления. Перед началом тренинга участнику необходимо несколько минут посидеть спокойно. Это успокоит сердцебиение. Подключите прибор к USB порту. Нажмите кнопку «Начать обследование» и выбираем «Начать сеанс игрового биоуправления». Откроется окно с программой игрового биоуправления. Нажимаем «Начать запись». Откроется окно игрового биоуправления. Кнопка «Маршрут» позволяет выбрать городской маршрут или ландшафтный. Кнопка «Персонаж и велосипед» позволяет нам поменять цветовые гаммы одежды и велосипеда. Кнопка «Результат» позволяет следить за результатами участников. Кнопка «Настройки» предназначена для смены игроков. То есть вы можете здесь написать имя выбора языка, если, допустим, вы хотите, чтобы программа работала на английском языке. Выбора музыки. А также вы можете либо включить музыку, либо ее отключить. При нажатии кнопки «Старт» открывается видное место старта. Чтобы начать заезд, нужно нажать клавишу «Пробел» на клавиатуре. Во время заезда слева в верхнем углу экрана отображается следующая информация. Название участника. Круг, который он едет. Нужно проехать всего три круга. Время – это прошедшее время с начала игры. Лучшее время – это то время, которое соответствует лучшему предыдущему результату данного игрока. И, соответственно, игрока-соперника, который отражается едущим рядом. Рекорд – это лучшее время, за которое была пройдена трасса кем-либо из участников, зарегистрированных на данном компьютере. В нижней части экрана отображается скорость. Она зависит от степени достигаемого расслабления игроком и снижения частоты сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений указана вот в этом месте. То есть рядом с названием нашего прибора. Схематическое отображение трассы с точки старта – белая точка. И две точки другие – это соответствует местоположению игроков. Красная точка – это вы, то есть игрок. И синяя точка – это ваш соперник. Во время игры динамически строится график кардиоинтервалограммы. Внизу, в центре, над надписью «Видопульсоксиметр» кардиоинтервалограмма отражает последовательное изменение ритма сердца. Задачей игрового биоуправления является достижение максимального расслабления и снижение частоты сердечных сокращений. При увеличении частоты сердечных сокращений скорость движения уменьшается, то есть лидирует ваш соперник, а при снижении ЧСС скорость увеличивается, то есть лидируете вы. При уменьшении ЧСС игрок лидирует, а при увеличении ЧСС в лидеры выбивается соперник. В следующем уроке мы разберем вкладки «Результаты обследования».